Друзья, всем привет, с вами Яков, и в этом ролике мы с вами разберем топ-вариант монаха, с помощью которого можно играть в 28 сезоне, как в принципе и вне сезона. Давайте без лишней воды, а сразу к деталям, что нам потребуется. Во-первых, это Самосвет, Наследие Снов, это наш билдообразующий камень, а значит все остальные предметы, которые мы будем использовать, должны быть древними или же первозданными, чтобы мы наносили больше урона и получали меньше урона. Два других Самосветок оставшихся, это Головорез, но также Проклятие Пораженных. Теперь давайте пройдемся по этим древним предметам. Первый это Клинок Яширо, с помощью него мы будем наносить больше урона от умения Волна Света. Второй предмет это очень простые сабоги, благодаря ним мы будем повышать урон от нашего таинственного союзника, а вот этот вот главный таинственный союзник будет создаваться с помощью оружия Удар Безумия. То есть когда мы будем находиться под действием умения Прозрения, и в нашем случае атаковать противников умением Волна Света, будет появляться союзник, который будет наносить вот этот вот повышенный урон. Опять-таки Волной Света. Далее у нас идет Кольцо Иордана в Камень, с помощью него мы будем повышать урон по элитным противникам, как и стихийный урон. Далее штаны из Сет Блекторна, мы их используем, потому что с помощью данных штанов мы можем поднять наш урон стихийный, то есть от огня. Затем Кольцо Зодиака, для того чтобы быстрее откатывать умения, когда противников мы будем атаковать Волной Света. Каменные Рукавицы нам пригодятся, для того чтобы значительно поднять себе защиту, но при этом будут накладывать дебаф, то есть мы будем очень-очень сильно замедляться. И вот чтобы не замедляться, нам надо, чтобы умение Прозрения работало постоянно. Вот поэтому мы должны этот скилл быстрее-быстрее откатывать. Именно поэтому мы берем Кольцо Зодиака, и именно поэтому мы на все возможных предметах повышаем параметр уменьшения времени восстановления умений. Далее Колдовской Час мы используем в качестве пояса, для того чтобы повысить скорость атаки и критический урон. На запястьях у нас находится Наручи, Гордость Пинта, для повышения урона от Волны Света. На плечах у нас Манлок Лефевр, для того чтобы получать меньше урона после каждого применения ураганного удара, то есть стяжки. В качестве брони Пепельный Мудир, для того чтобы наносить больше урона от огня, экономнее расходоваться ресурс на использование огненных скиллов. На голове у нас Духовный Камень, Взгляд Зукрина, для повышения урона от Волны Света, а также у нас появляется возможность атаковать этим скиллом на расстоянии. Ну и последний примет это Амулет Ожерели Попрыгушки, для повышения нашего урона. Что касается Куба, то рубрика Бижутерия, там у нас Кольцо Собрание Стихий, для повышения урона от огня разов возгольца. Рубрика Броня Скрепы Малых Богов, и с помощью этих наручей, когда мы противников будем зазывать ураганным ударом, то есть стяжкой, наш таинственный союзник будет наносить больше урона. Ну и ароматический Хромовый Факел, он находится у нас в рубрике Оружие, с помощью этого Дайбо мы будем повышать наш урон от умения Волна Света. Так, теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших приметах. В этом геймплее мы будем наносить основной урон с помощью умения Волна Света, как мы, так и наш приспешник. Поэтому поднять урон от этого скилла дополнительно мы можем только в одном примете, это в ботинках, потому что в головном уборе зашит и так баф, который будет увеличивать урон от Волны Света. Волна Света будет наносить огненный урон, поэтому в нашей сборке поднять этот стихийный урон мы можем с помощью следующих приметов. Это брони, штанов, кольца, наручей, ну а также амулета. Очень, повторяюсь, очень нас интересует параметр уменьшения времени восстановления умений, поэтому его ролите в абсолютно всех приметах. Чем выше он у вас будет, тем быстрее вы будете откатывать ваше умение прозрения. Но и следующий параметр, который тоже незаменим, это безусловно урон по области, поэтому если есть такая возможность, ролите этот параметр. В оружии, в перчатках, в наплечниках, не забываем и про парагон. Так, теперь давайте разберемся с билдом. Пассивки Света Читара будут помогать нам быстрее откатывать умения, единство повышать урон, гармония повышает защиту, а перехват инициативы повышает нашу скорость атаки. Теперь давайте по активным навыкам. Ураганный удар и схлопывание, это наша стяжка, которая будет бафать как наш урон, так и нашу защиту. Мантра спасения и ловкость, с помощью этой ауры, точнее мантры, мы будем бафать нашу защиту. Сияние мощный рывок, это скилл, с помощью которого мы будем и быстрее перемещаться, и уворачиваться от атак противников, а также после каждого прыжка бафать нашу скорость атаки. Таинственный союзник и воздушный союзник, с помощью этого питомца мы будем себе восполнять дух для атаки. Прозрение и песчаный вуаль. Под действием этого навыка мы будем получать меньше урона, а также находясь под действием этого скилла, мы будем вызывать таинственного союзника, который нам будет помогать с нанесением урона. А вот этот вот главный урон, что мы, что наш союзник, будут наносить с помощью умения волна света и опаляющий свет. И это все, что касается билда, а теперь давайте пару слов о геймплее. По геймплею я думаю вы поняли, что мы постоянно должны находиться под действием умения Прозрения. Бафы наш урон, тем, что будет появляться именно этот таинственный союзник, а также, конечно же, защиту. И поэтому этот скилл мы будем прожимать по откату. Благо, что нам в откате этого скилла будет помогать умение волна света. Потому что, когда противников мы будем атаковать этим навыком, будет запускаться кольцо зодиака. Затем, как только мы будем видеть противников, главное, чтобы их было чем больше, тем лучше, мы подбегаем или подпрыгиваем к ним с помощью мощного рвка, тем самым повышаем нашу скорость атаки и запускаем нашу стяжку. Как только стяжка будет задевать противников, они будут получать повышенный урон от нашего союзника таинственного. Ну а следующее, что мы должны делать, безусловно, это атаковать их волной света. При этом смотрите внимательно на землю, потому что, когда появится эта область силы, лучше прыгать туда. И находясь в этих областях, вы будете наносить больше урона. Если будут появляться какие-то проблемы с духом, а это вполне возможно, то прожимайте ваших воздушных союзников, и они вам этот дух восполнят. Ну и напоминаю, если вы хотите, чтобы ваш союзник наносил больше урона, вы противников стяжкой должны поражать хотя бы раз в 5 секунд. Я думаю, это несложно. К тому же, далеко от противников отходить не обязательно. Вот в принципе и весь геймплей. Несложный, эффектный, мощный. Что тут сказать, топовый монах. И что вы думаете о сборке, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.